Я не знаю, как начать пожелание без объяснения того, где был зазор, как мы вскочили во всё это, в эту халепу. Основная человеческая халепа заключается в том, что мы в других видим себя. Хотя бункерный скиталец, на самом деле, он искренне, ещё раз, он искренне ввалили 5 миллиардов долларов на подкуп наших политиков, войск и всего остального. Он искренне верил, что он возьмёт всё без боя. Ещё раз, очень важный момент. Они не разворачивали госпиталей, они не разворачивали тыловых служб и они не разворачивали ремонтных баз. Ну, для ремонта военной техники, которая вышла из строя в боевых действиях. Это говорит о том, они физически этого не делали. То есть, это говорит о том, нереально думали управиться за две недели. Ну, то есть, три дня на правительственный квартал, там две недели на подавление протестов в Днепре, Харькове, Киеве, Полтаве, Виннице, ну, то есть, сколько-нибудь центральной Украины. Ну, ещё два месяца для додавливания Львова, Шмова, всех Черновцов, Ужгорода, Ивана Франковска, Луцка. То есть, вот и весь, собственно, ответ. Поэтому, какую это сделали ошибку один? Какую ошибку делаем мы? Мы в них видим людей. То есть, мы предполагаем, мы судим о них, как если бы судили о нас. То есть, о том, что им присуща, я не знаю, человечность, доброта. Нет. Ответ нет. То есть, им норм. Их 82% поддерживают эту войну. И им норм прийти на нашу землю с оружием в руках. Им норм зарабатывать этим деньги. Их женщинам норм становиться хорошо оплаченными, профинансированными вдовами. Им норм ушатать уже порядка 45 тысяч уголовников, вынутых из тюрьмы. И послуживших обычным пушечным мясом для принятия в грудь ББ-комплектов от ВСУ. Поэтому первая позиция была, в которую мы скатились, она была абсолютно... Это был удар. И первое время у нас было состояние острое и очень тяжелое. То есть, кризисное. Мы из него, условно говоря, после трех дней и после двух недель потихонечку выбрались. Потом у нас состояние было острое, имеется в виду. Периодически были еще всплески. Херсон, там... Наша сдача с Северодонецка, Лисичанска, Кременной. И мы пришли к ситуации, в которой сейчас... Мы пришли к ситуации, в которой это не война на выснажение, на истощение. Это война, которая течет. У нас есть совершенно дикое желание освободить нашу территорию. Нам тупо нечем. У нас ни денег, ни оружие. И поэтому ситуация пришла, она теперь стабильная и тяжелая. Вот. Вот для нас это опорная точка. Теперь вопрос, что нам пожелать на 2023 год? Все. Живем из точки, что война закончилась. Война не закончилась. Ваш инсульт, инфаркт или что-то непоправимое несет точно такую же вероятностную динамику, как и та ракета, которая прилетит вам на голову. Ваша жизнь, которая была довоенная, когда вы планировали недели, месяцы и годы, могли себе это позволить, сейчас возвращается. Мы снова начинаем планировать недели, месяцы и годы. То есть, уже можно, а я бы сказал даже нужно, начинать планировать. Нужно жить из точки, как будто бы если мы уже, война закончилась, мы уже победили, ну и там. Какой объем территории мы вернули военным путем, а какой объем территории придется еще вернуть военно-политическим путем, мы сами не знаем. Он Азербайджан почти 30 лет ждал, чтобы вернуть на Нагорный Карабах. Вернул. Вернул. Дождался. Азербайджан креп, крепко окреп. Получил поддержку со стороны Турции. Армения все это время слабела. Слабела очень сильно. Причина, потому что лежит под Тартарией. И Тартария ее кинула. Ну, то, что Орда делает всегда. Она пока все хорошо, она сладкая, мягкая и вкуснячая. Когда все плохо, она кидает, придает и тихонько поджав уши и хвост, сбегает. Ну, то есть, абсолютно шакалия, нормальная практика такая, смесь шакала с камерионов. Поэтому никаких проблем. У них задача только всего лишь удержаться у власти, у тех, которые в Орде. И они, собственно, эту задачу и решают. Их больше, остальное ничего не интересует. Какие там армяне, их свои-то не интересуют. Вон они как. Идут как стадо на убой. А какая-то там армяне. Никто кого не интересует. Поэтому. Мое предложение совершенно четкое. Все, ребята. Что бы ни было дальше, живем из точки, что война закончилась. Часть из нас не доживет? Да, не доживет. По причине войны? Неизвестно. Может быть, по причине болезни или апоплексического удара. Кто знает. Но это не является основанием. То есть, у нас шубка на душе огрубела, кожа огрубела. Сорвали, содрали кожу. Кожа наросла, огрубела. Мы понимаем, что творится. И нет совершенно никакой необходимости страдать на предмет того, типа, а когда же, а что же. Нет, это теперь все. Это наше перманентное состояние. Потому что, ну вот мы провели сейчас голосование в телеграм-канале. Ну, в общем, на смену власти в Орде не надеется почти никто. Вообще почти никто не надеется на смену власти. Ну, о чем это говорит? Он говорит, что мы будем жить как Северная Корея и Южная Корея. И мысль Петра Кульпы о том, что наша боевая задача резко нарастить цивилизационную дистанцию. Ну, вот как между Северной Кореей и Южной. Это единственный шанс. А для этого нам нужно сделать реформы. А для этого всем людям в Украине, внимание, всем, надо выбрать политическую партию, которую вы будете поддерживать. И начать ее, вот так как мы финансируем ВСУ, вот точно так же мы должны начать людей из той партии, которая оформится. Не знаю, оформит ее Амелин, оформит ее Арестович, оформит ее Романенко, Датюк, Боумейсер. Кто бы из них не начал бы оформлять вот эту партию или сам заложный, окей, значит, начинаем ее финансировать. Это принципиально важное условие. Почему? Потому что только таким образом, нереволюционным, невоенным способом мы сможем демонтировать весь ордынский тип власти. Если сумеем его демонтировать, все, привет, мы за 5-7 лет станем за 10 Южной Кореи. Это шанс на то, что к нам не придут. И поэтому, что пожелать? Начать планировать все, ребят. Начать планировать то, что если мы захотим жить в свободной стране, нам придется открыть границу. Нас после войны останется 30. Ну, то есть, те, которые уехали, не вернутся. Это значит, к нам не войдут, к нам Орда не придет по ряду причин. Экономическое развитие 60 миллионов, 60-80 миллионов населения. нам надо перевести примерно еще 30 миллионов. 30 миллионов, допустим, по 5 миллионов из богатых и развитых стран к нам не поедут. К нам поедут те, кто живут хуже нас. То есть, к нам поедет Камбоджа, Вьетнам, Китай, Африка, Чад, Гана. Я не знаю, кто. К нам поедут те, которые явно живут хуже нас. То есть, нам нужно будет принять 5 миллионов вьетнамцев, 5 миллионов уругвайцев, 5 миллионов венесуэльцев, 5 миллионов китайцев, 5 миллионов камбоджийцев. Ну, вот так вот и наберем нашу запорожескую сечь. Типа, так они же будут с узким разгрезом глаз. Будут, будут. Так они же будут. Типа, мавры. Будут, будут, никуда не денемся. Типа, казак, мавр. Помните этот старый анекдот советских времен, когда едет такой Вуйко? Это еще 80-е годы. Это анекдот 80-е годы. Значит, едет Вуйко, да нет, конец, конец 70-х. Едет Вуйко в метро киевском и видит, как пармак весь таки загорелый загорелый аж истиня черный 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 и читает газету «За Вильную Украину» и он такой и он так стоит, смотрит, смотрит, смотрит на него, подходит и питает «А ты что понимаешь украинское? А уже понимаешь читаю то ты можешь и украинец? Это уже кто еще и и Вуйко «А кто что я?» И той и той отставляет газету и смотрит на него и говорит «Я не знаю то может и Москаль кто ты там не играет никакой роли а я справжний Украина читаю газету «За Вильную Украину» так вот ну кака наш Жан Беленюк олимпийский чемпион вольник ну вот ничего трагедии никакой нет так вот смысл заключается в следующем если вы только если вы уже начинаете планировать свою жизнь то все у вас будет хорошо я вам это обещаю мы не все доживем но оснований нет чтобы не начать планировать уже начинаем планировать из позиции что всех татаров их шмыгалье гетманцев милованов пидлас марчинок мы всех они все нас покинут желательно конечно с уголовными делами и с посадками не удастся посадить ну значит придет следующая итерация и они тоже не окажутся теми кого мы ищем нам нужно демонтировать ордынский тип власти нам нужно убирать челядь нужно убирать решал и нужно убирать суетил уберем три этих группы три типа глистов дальше будет намного легче 23 будет сейчас объясню шанс есть только один что Зеленский развернет свою голову в сторону внутрь страны потому что собственно из того что я вчера посмотрел не досмотрел половину где-то отсмотрел видео Ермака интервью Масейчук и Ермака понятно Масейчук в своем репертуаре она такая лизоблюдка и все остальное тут все понятно без иллюзий что Лащенко что это примерно одно и то же только чуть-чуть сорт другой ну это один и тот же типаж а вот я сильно разочарован Ермаком прям сильно сильно это энергия заблуждения то есть он в испанском языке вы должны знать есть 28 декабря это день дураков вот как наша 1 апреля то вот в Испании это 28 и она называется Santos Innocentes то есть ну как если бы мы сказали девственные девственные святые но в данной ситуации это типа наивные до глупостей вот так ну когда им говорят что типа у тебя спина белая значит и вот тех кого обманули значит по испанской традиции нужно такую фигурку человечка беленького вырезанного из бога приклеить его на спину что типа он уже один раз обманутый вот и и в в Ермаке Santos Innocentes прямо огромнейший огромнейший пласт вот это то есть я себе я был готов увидеть я с ним лично не знаком я был готов увидеть коварного человека то есть подлого мимикрирующего ну типа типа Гитландсов он честно рубится сам этот типаж им заходит Зеленскому Зеленский тоже играет на конкурсе капитанов они меряют свой успех объемом аплодисментов и признанием на международной арене следовательно это конвертируется в поставку нам оружия но они не видят главного что воюют нами а воюем не мы и вопрос заключается в том типа будет ли 23 год успешнее он будет успешнее в любом случае уже теперь в любом случае даже если мы не дай бог будем терять территорию даже если не дай бог не дай бог не дай бог не дай бог произойдет ядерный удар по нам если даже не дай бог у нас будут большие потери на фронте не дай бог не дай бог не дай бог даже в этом случае 23-й год будет намного лучше, чем 22-й. Причина. Мы нарастили шубку на душе. Все, мы теперь понимаем, кто кому родинует. Мы теперь понимаем, что всех этих антропоморфных существ, которые живут на сопредельной территории, то есть в Тартарии, мы будем дифференцировать уже только после войны. Во время войны никаких хороших русских не бывает. Русских нет, они все тартарийцы. Это их пасконное название. Домосковитов им еще дорасти надо, пока они тартарийцы. Тартарии тартарии, ни о чем говорить. И мы можем узнать только одно. Человек с их территорией, если он человек, он воюет с оружием в руках, с оружием в руках, выносит вперед ногами ордынскую власть на своей земле. Второе условие человечности, он донатит ВСУ, потому что единственная организация, которая поставила всю свою репутацию и факцию существования на кон против Орды, это только ВСУ. И третье это мыслители, то есть люди с совестью, которые были урожденные в тартарии и которые ищут способ, сами ищут способ, как демонтировать ордынский тип власти в их стране и поменять, не поменять бункерного скитальца на сидящего в тюрьме Навального. Это то же самое, только тяжелее только в крови. Поэтому там не о чем говорить. Поэтому надо менять сам тип власти, как и нам, так и им. Так вот если только три вот этих человека, которые делают один, два, три, можно считать человеком. Все остальное это так. Это антропоморфные существа, забитые от ускотского состояния, не могущие войну назвать войной. Поэтому никакие условные Венедихтовы, Муратовы, кто там, Шендеровичи, типа вы нам снесите этого, а дальше мы сами будем править. Если вы оружие в руки не возьмете, ваше мнение вообще никого не интересует. Никаких либералов, которые не взяли в руки оружие, все эти розовые пони, они не принимаются вообще нигде и никем и никак. Поэтому 23 год будет лучше, чем 22. За счет чего? За счет того, что мы начинаем планировать. То есть надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Речь заключается в том, что мы подготовленными становимся. Мы с каждым месяцем все более и более подготовлены. Что значит подготовленность? У нас нет иллюзий, у нас нет надежд, что что-то будет намного лучше, чем то, что уже есть. поэтому наступит май. Худший сценарий это, если мы становимся сельской страной, потому что сельская страна не выживает. То есть она хороша, как Спарта, но как Греция она не выдерживает никакой критики, потому что культура и наука находятся только в городах. В деревнях не существует ни культуры, ни науки. Ну то есть там никто никаких театров не строит, никаких галерей, никаких музеев, потому что не на чем. Поэтому если мы сумеем удержать города, дальше мы поднимемся. У меня нет оснований полагать, что будет как-то иначе. Основная проблема заключается только в следующем. Нанесение военного поражения Орде на поле боя, вынос, полный демонтаж Ордынского типа власти в Украине и полный демонтаж Ордынского типа власти в Тартарии. Сделаем вот эти три вещи. Они кстати взаимосвязаны. Будем жить. Не сделаем. Ну то есть если основа первый шаг сделали, остальное не сделали. Мы аграрная захолустье сырьевой придаток при Европе. Сделали первый шаг и второй шаг. Мы Израиль. То есть довольно сильная умная страна, живущая рядом с помойкой. С агрессивной помойкой, которая периодически переливается через границы. Сделаем первое. Второе. Родим культуру, родим философию, родим отношения между людьми. Новое. То есть откроем границы и станем прото Америкой только украинского разлива, где все нации сливаются и в котле перевариваются, создавая украинскую нацию без относительно разреза глаз или цвета кожи. И тогда меняем власть, тип власти. Нам не интересуют фамилии. То есть Навальный вообще ничем не лучше, чем бункер не скиталит. Это все то же самое. Поэтому наша задача сменить тип власти у них. Вот если делаем три вещи, тогда мы центр славянского мира, который начинает влиять на всю Европу. Вот эти три шага. Первый шаг мы в Захалуське. Первый и второй шаг мы Израиль. Первый, второй и третий шаг мы центр. Точка из которой прикуривают остальные славянские народы. Дело в том, что самый большой экологический урон наносят одноэтажные дома. Хопа, прибыли. То есть, но это самая надежная выживаемость для населения. То есть, с точки зрения природы, города это очень выгодно. Почему? Потому что высотная застройка. Если мы делаем первый и второй шаг и останавливаемся и говорим пусть они там у себя на болоте живут как хотят. в этот момент естественно мы становимся Израилем, но мы повторяем идею описанную Гоголем в Тарасе Бульбе. То есть, мы не строим высотных домов. Причина. Нет смысла. Потому что, если по нам будут все время шмалять ракетами, в том числе и по-гражданским, со стороны не посмеют. Ну, как бы посмеют. Не посмеют, если не будет чем. Вот так, да. А пока будет чем? Пока их финансируют. Очень важный момент. Их финансируют. Они свои деньги на войну имеют за нефть и за газ. Она не бензоколонка у них как газ такое престижное. А основное это нефть. Поэтому вопрос заключается в следующем. Мы будем все время жить в мазанках. Почему мы жили в мазанках? Потому что ничего капитального не надо было строить. Не было смысла. Потому что то турки придут, то монголы придут, то татары придут, то московиты придут, то поляки придут. То есть нет смысла строить что-то более-менее основательное. у нас в хатах не было фундамента. То есть это говорит о том, что мы без фундамента у нас там в нашем прошлом, в нашем аналоге мы без фундаментное государство. А нам нужно строить фундаменты. То есть нам уже сегодня, то есть мы уже сегодня закапываем наши генераторы под землю, одеваем их в бетонные короба. Мы уже начинаем, ну то есть по идее любое здание, которое будет строиться в будущем без бомбоубежища, то есть любое общественное здание без бомбоубежища не принимается вообще. Ну то есть понятно, да? Вот все, что торчит вверх, вот все такое же торчит и вниз. Вот только в этом случае здание принимается в эксплуатацию. А это удорожание строительства на минимум примерно на 40-50 иногда в два раза. Вот и весь ответ. Это как в Израиле. Безопасная комната. Чаще всего она детка и она стоит на расстоянии двух или трех стен по отношению к внешней стене. Вот это и есть вариант нормы. Для того, чтобы так не жить, чтобы не делать вот этого. Ну то есть можно применить, смотрите, существуют эти комароловки. Существуют вонючки комаридные. Существуют всякие вот эти вот спреи покрыть себя от комаров. И существуют региционные мероприятия, просто осушаются болота и муравьевы и муравьевы. Комаров больше нет вообще. Нет воды и нет муравьев. И муравьев и муравьев. Комаров. Болото это комары. Всегда. И вы говорите, давайте будем как Израиль. В смысле? Средства репелленты, то есть всякие мазючки, всякие, ну после укуса, там всякие вот эти вот москитные сетки, всякие эти. Ну да. Но дело в том, что цена, которую мы заплатим за то, чтобы уничтожить всех комаров, мало того, существует, существует, в Киеве такое делали, вокруг ресторана существует специальная химия, ресторан стоит на воде, что не было комаров, периодически раз-раз-раз обрызгали, ну его хватает, я не помню, как бы на два или на три года, не больше. Ну то есть комары не размножаются, но это не значит, что они не прилетят из другого места, но в этом месте типа комары не размножаются, ну хорошо, вот так будем же. Просто там болото, там комары будут всегда, то есть орда своей блевотиной будет все время приходить. Не осушим болото, то есть не изменим, не дойдем до третьего шага, ну то есть во-первых, сами не станем great again, не станем, не получится. great again. Что там делать? Придется брать на себя ответственности за них тоже. В свое время этот бункерный скиталец совершенно точно говорил, он почти никогда не врет. Вы будете смеяться. Он вводит в заблуждение, если ему нужно, но он почти никогда не врет. То, что мы называем его врагами, является правдой в его картине мира. Он просто живет в своем мире. Ну то есть у него есть кокон его мира, и он в нем существует. И те слова, которые доносятся изнутри его мира, мы такие, стоп, минуточку, мир же не такой. Он говорит, такой, а у меня такой. И поэтому, когда он говорил, это его фраза, цитата, у Мишки хотят вырвать клыки и когти. Вот. А теперь смотрите, Трамеровая война, нифига никакие немцы не покаялись. Вообще. Уже в 70-х, 80-х годах уже было новое течение, это на фоне покаяния, там, Вилли Бранта, все дела. Уже были неонацистские движения. Уже были. Они их просто придушили. Но они уже были. То есть, это говорит, что там, в них, это все есть. Оно спит. Вопрос заключается в том, вырвется ли оно наружу в виде милитаристского гноя. Ну, вот, как из Орды, как из Тартай. И тогда возникает вопрос, что делать нам в этой ситуации? Типа, они же не изменятся. Эти поколения не изменятся. Им нужно дать дожить. Ну, вот, например, мы можем спелкуваться с украинской мовой? Так, можем. Ни забаводов ніяких до этого немало, ни каких перешкод. Но же мы спелкуемся периодично российской на шоу. Чтобы и эти существа мали смогу хоть что-то разуметь. кто мы ведем беседу. Так вот, исходя из этого, чисто на украинском языке говорить будут ваши внуки и мои. Мои дети не будут, они преимущественно говорят на русском, хотя не все уже переходят на украинский, кстати. шло очень хорошо. И они будут говорить на русском и украинском. А для моих внуков по идее лучшая стратегия будет украинский первый, второй английский, а русский там четвертый, пятый, седьмой. Какая разница там? Главное, чтобы вот эти первые два были. Какой там следующий язык будет родной, не играет ролью. Пусть будут дуолинго, трилингва, кварталинго. Как хотят. Исходя из этого, они не окстятся и не покарятся. Они просто доживут. Вот как мы доживем, носители русского языка, и выбудем, и останется украинский. Вот как как в Грузии. В Грузии современная молодежь русского не знает. Реально не знает. Еле-еле на слух улавливает какие-то полтора слова. Но очень хорошо говорят на своем родном грузинском и говорят на английском. Я когда впервые с этим столкнулся года четыре назад, типа, ну, типа, вы откуда? Из Грузии. Я перехожу на русский и, значит, о, я думаю, тогда с вами. Почему? Говорит, типа, у нас, переходит на английский язык или на испанский и говорит, а у нас теперь все. Ну, типа, русского нету. Опа. Типа, и только возрастная категория 35 плюс еще может разговаривать по русски. Вот то же самое произойдет и в Тартарии. Они вымрут. Их не надо переобучать, их не надо переделать. Они просто по возрасту вымрут. 20, 30, 40 лет они медленно выводут. Вопрос заключается в том, чтобы вновь пребывающее население не попадало в это кислотное пропагандистское окружение, чтобы они не вырастали такими же оргами, которыми являются эти нынешние 82%. Поэтому вы говорите, как это убрать? Только поколенчески. Никак по-другому это убрать невозможно. но мы вспомнили бункер на вас китайца. Вынуть клыки, то есть сдать ядерное оружие, сдать тяжелые наступательные вооружения, когти, сдать. Все, привет. Они не опасны. Если вы хотите увидеть поймали в лесу необычного ленивца. Прям совсем необычного. Во-первых, живой. Во-вторых, бегает. Абсолютно. В-третьих, там, но по строению абсолютно ленивец. Ну, абсолютно ленивец. Единственное, что у ленивца захват сомкнутый, а здесь когти, все дела. Что это такое? Никто не мог понять. Вызвали, отловили и посадили в клетку. А оно такое, знаете, как забулдыга в рейтузах. Вот абсолютно. забулдыга в синих рейтузах. Найдите в интернете, вас порвет от счастья. Это серьезно. Я тоже, я не мог понять, что это. Оно живое, по клетке ходит, значит, все дела. Вообще непонятно, кто это. Выяснилось. облысевший медведь. То есть, да, абсолютно облысевший медведь. То есть, оказывается, медведь без меха выглядит хуже. Вот вы же когда-нибудь собаку там валахатую или кота купали? Ну, вынимаешь, ну, боже, там же этот, одни, этот, шкелет один сплошной. Вот так и здесь. То есть, они только кажутся, ну, то есть, медведь такой большой. Не, 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 вымем, клыки вымем, этот, этот облысеет и будет себе ничего особенного. Покормили и привет, и забыли. То есть, речь идет о том, что они могут быть не милитаристскими. Но полное изменение, покаяния не будет. И полное изменение произойдет на плече, там, допустим, там, трех-четырех поколений. То есть, через 50-70 лет. Да, но это произойдет. С момента один, два, три. Вот, сделаем один, два, три. Вот с этого момента включается счетчик. 70 лет. Норм. В 23-м году примерно, когда будут, когда смогут перестать хотя бы стрелять? Никогда. Никогда. Забудьте. Все, мы Израиль. В этой компоненте мы Израиль. То есть, у нас нет, у нас нет демократии, у нас нет демократии. У нас демократические только выборы, не знаю, в парламенте и президенты. Все остальное это родынские власти. Они по нам не перестанут стрелять вплоть до момента, пока либо сменится политический курс, либо, ну, фактически физически закончат свое существование бункер в Минске Тальст, Таб Кепкинин. Или они демонтируют ордынский тип власти, что подразумевает и первый пункт тоже. Или у них санкции их дожмут до ракет средней дальности. То есть, они будут стрелять в прифронтовой зоне. Ну, вот эти вот С-300, С-400 это прифронтовая зона. Их у них там 7000, 8000, 9000 ракет. Им стрелять, стрелять. Но они, это уже не крылатые ракеты. Вот об этом. То есть, они могут стрелять только в прифронтовой зоне. Ну, а ядерное оружие у них, они, им позволят его применить. Для того, чтобы это стало последним гвоздем в крышку гроба. Мы катетер, мы сливаем на себя весь милитаристский гной рды. То есть, это, ну, то есть, санкция, это нанесение, это стратагема нанесения 10 тысяч порезов, ну, чтобы враг и зашел кровью. А основной гнойный выток идет в нас. Мы, мы просто вот эта вот резиночка, которая, ну, катетер, которая вставляется в гнойную рану, для того, чтобы она не заживала и раздражала края. И гной все тек, инфильтрат, тек, 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 тек. Я говорю сейчас страшные вещи. А, им позволят, Б, они будут готовы. Можно уничтожить бункер со скитальцем. Можно уничтожить пять бункеров со всеми его там двойниками. Окей, никаких проблем. Но есть одна сложность. У них первый в мире ядерный потенциал. плюс ядерная триада самолеты наземного базирования и на подводных лодках. Нет следить. То есть, если никто не позволит разгореться в Большой войне. Скорее всего, мы утремся, а им позволят его применить для того, чтобы это ускорило их распад. Если они потеряли, давайте посчитаю, если они потеряли примерно там, ну, словно говоря, сто тысяч убитыми и еще двести тысяч ранеными, окей, мы потеряли уже где-то по моим прикидкам, я могу ошибаться, где-то полмиллиона гражданских, ну и примерно, наверное, тысяч двадцать, может быть, даже больше военных. Еще раз, закладываемся на то, что это будет, а если это не будет, то это будет двадцать третий год лучше, чем двадцать второй. Для спонсоров у нас будет совершенно роскошный подарок, потому что они уже с достаточно высокой регулярностью будут получать свои материалы. Плюс я думаю, что надо придумать, пусть они сами скажут, что им нужно. Вот, вот, вот это и будет правильным решением. Пусть спонсоры скажут, что им нужно, чего бы они хотели получить в рамках того клуба, в котором они состоят. И мы им это, скорее всего, предъявим. в рамках в рамках в в в в